Приветствую вас, друзья, и сегодня мы с вами посмотрим на симулятор интернета. Нас встречает главное меню, по которому мы можем сделать вывод, что игра, скорее всего, является каким-то трешаком. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что в этой игре имеется. Так, на выбор у нас два уровня, или я не знаю, что это. Ну, давайте выберем комнату, наверное, квартиру. Всё как в жизни, естественно. Итак, мы появляемся в стандартной комнатке. И, естественно, стульчик пластиковый, коврик великолепный, но почему-то темно. Можем мы, да, включить свет здесь можно вроде как? Так, вот, другое дело. Давайте осмотримся в нашей комнатке. Великолепный телевизор. О, кстати, кошак даже есть. Кошак, всё нормально? У тебя еда, я надеюсь, есть. И, похоже, это самое важное существо в нашей жизни. Этот странный кот с гладкой шерстью. Так, телевизор я включить не могу. Это просто раритет. Вот дед, наверное, остался молиться. Так, ну окей, помолюсь. Господи, пожалуйста. Пусть GTA 6 выйдет в следующем году. Биткоинов 80. Так, похоже, наш персонаж, друзья, закупался биткоинами. И у меня теперь появляется вопрос, а что, собственно, делать? Как мне встать, например, с колен? Я могу только хватать купюры в пачке. Но встать я никак не могу, друзья. Зачем мне эти деньги? Кот, забирай. Похоже, у меня проблемы также были с позвоночником. Может быть, не стоило молиться. У меня, конечно, теперь есть деньги, но я ничего сделать не могу абсолютно. Да, похоже, это конец, друзья, для этого персонажа. Так он и остался в этой позе до конца своих дней. Мораль всей басни такова, что деньги — это не спасение. Выходим, друзья, в главное меню. Давайте снова в комнату, потом посмотрим на второй уровень. И что там нужно будет делать. Так, окей, молиться нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Ну, собственно, как и в жизни. Мы, видимо, занимались какими-то танцами. Почти как Майкл Джексон. Зацените. Оп, оп, оп. Так, отлично. Дальше. Опять молиться нам предлагают. Дальше тут какие-то старые книги у нас, гнившие практически. Мячик имеется. Выпилиться, что ли? Блин, тут два варианта. Помолиться и выпилиться. Кстати, смотрите, какая великолепная картина. Портрет. Такой, наверное, у каждого уважающего себя человека. Наверняка. Так, я не хочу выпиливаться. Похоже, здесь можно спрыгнуть с окна также, друзья. Тап, чтобы сесть. Посмотрите, какое прекрасное небо. Но нет. На этот раз, на этот раз я сяду за компьютер. Какой-то у нас рюкзачок. Смотрите, носки раскиданы. Ведерко, естественно. Но вы сами знаете для чего. Ведь у каждого из нас с вами рядышком со стулом ведерко имеется. Кто-то прямо на нем и сидит за компьютером. Так, окей. Мы усаживаемся, другие. На наш великолепный стульчик. Ешки, матрешки. Так, ладно, не будем на это внимание обращать. У нас тут сгнивший, смотрите, бутерброд, сэндвич какой-то. И также позеленевший бургер. Ну, все то же самое и у меня. На столе прямо сейчас. Так, окей. Что мы можем сделать здесь? Давайте посмотрим. Галерея. Имеется какая-то две картиночки здесь. Но сделать я с ними ничего не могу. Мемаз какой-то и переписка. Или это с 2 час скрин какой-то, что-то вроде того. Так, окей. В галерее я больше сделать ничего не могу. Вот такая вот великолепная галерея. Давайте проверим почту. Входящий. Дэнди из мугла. Привет. ОЧ. Ясно. Увеличение член на 20 смс, а 5 минут надо всего лишь. Окей. Проблемы с доступом к гей-казине. Вот это забавная шутка. И все. Я не могу не прочитать сообщения, не ответить, ничего. Что здесь вообще нужно делать? Так, черновики также имеются. Привет, Катя. Я, возможно, был слишком стеснительным в школе. И все, не мог тебе этого сказать. Я многое пустил ввиду страха. В общем, я на этом сообщение заканчиваю. Я, кстати, зумить могу. Только сейчас это понял. Давайте вот так вот сделаем, чтобы было удобнее. К сожалению, наш персонаж слишком часто дышит. Как вы видите, учащенное дыхание. Ну, неудивительно. 24 часа за компом все-таки. Проблемы с сердцем. Сердечно-сосудистые заболевания какие-то. Так, окей. Здесь мы больше ничего не можем сделать. Выпиливаться я не хочу. Давайте посмотрим на браузер. И нас кидают на страничку этой игры ВКонтакте. Это настоящий ВКонтакт? Ну-ка, давайте на главную зайдем. Да, похоже на то, друзья. То есть это просто браузер, и мы можем на любой сайт заходить. Ну-ка, давайте на Steam зайдем. Могу я просто вот так написать Steam? Будет какой-нибудь поиск? Не похоже. Что происходит? Комп вырубился просто. Так, ладно, давайте попробуем Google. Google.com Так, Google работает. Экран бликует. Мне кажется, надо свет выключить, но, к сожалению, я не могу встать теперь со стула. Нас предупреждали. Так что, ладно. Хер с ним, со светом. Так, Steam. Добро пожаловать в Steam. Запускаем Steam, друзья, естественно. Это самая главная вещь для человека такого, который сидит... Но он вообще не открывается с сайта. Backprint. Да. Ну, в общем, весь функционал браузера вы видите на своем экране, друзья. Steam не открывается, к сожалению. Можно попробовать скопировать адрес. Ну, или давайте сами как-нибудь напишем. Да, емае. Блин, в Google Play случайно зашел. Так, store. Steam. Точка. По-моему, так. Да, отлично, друзья. Мы зашли в Steam. Допустим, что будет, если я нажму скачать Steam к себе на компьютер? Да, загрузить прямо сейчас. Ничего не произойдет, как вы видите. Так что мы только можем наблюдать. Мы только можем смотреть, например, на топ-продаж. И мечтать, что когда-нибудь у нас появится нормальный компьютер, на который мы сможем установить Steam. Хотя бы. Хоть что-нибудь. Когда выходит, кстати, Far Cry 5? 27 марта уже. Даже видосы воспроизводятся, друзья. Но звука, по-моему, нет. Так, ладно. Выпиливаемся, короче, друзья. Нажимаю F. Ничего абсолютно не происходит. Молиться я тоже не могу. Похоже, я в западне. Все как в реальной жизни. У нас, кстати, клавиатура даже без буков. Абсолютно без каких-либо знаков. И мышь беспроводная, и без колесика, и без клавиш. Вообще ничего нет. И проводов я, честно говоря, не вижу. По-моему, я где-то в коме валяюсь, в больнице. И это все мой страшный сон. Особенно вот это вот. Но зубы, кстати, в порядке. Как стоматолог могу сказать, зубы идеальные практически. Так, ладно. Давайте переходим на другой уровень. Посмотрим, что там. Здесь у нас вот такие вот красоты. Но вот это уже выглядит, смотрите, внушающе. Даже за компьютер, как ни странно, не хочется садиться. Тем более, когда ты знаешь, что доступен один глючный браузер. Давайте прогуляемся на этот раз просто. Тут молиться нельзя и выпилиться нельзя. Зато можно насладиться красотами. Разработчик, по-моему, обещает какую-то сюжетную линию. И пока что, судя по всему, это весь контент, что имеется. О, мы умеем прыгать. Как овечка. Наслаждаемся природой, друзья. Великая игра. Это лучшая игра за последние 10 лет. Как вы думаете, когда эта карта закончится? Смогу ли я дойти до конца? И сколько времени для этого потребуется? Если даже уйдет вся жизнь, друзья. Я готов это проверить. Когда-нибудь наверняка эта местность закончится. И мы куда-нибудь провалимся в бездну, наконец. Где мы сможем обрести покой. На самом деле, небо какое-то странное. Смотрите, что происходит. Как будто меня всасывать сейчас начнет. Так, прыжок. Сейчас побыстрому пролетим. Даже трава, смотрите, есть. Ничего себе, как все проработано. Хотя не очень понятно, зачем. Вообще сделали такую большую территорию и дали возможность пройтись. Рассмотреть эти красоты. Это там домики или, мне кажется, нет? Это камни, скорее всего. Объектов тут никаких нет. FPS все ниже и ниже, друзья. 20 FPS уже. А начинали мы с ракетника. Не знаю, сколько мы прошли. Но этой карте нет ни конца, ни края. Может быть, мы скоро вернемся. Скоро обогнем эту планету и вернемся обратно к компьютеру. И придем к неизбежному в итоге. Ведь интернет и компьютер в каком-то смысле неизбежная ловушка. К этому мы все и приходим. Да, похоже, друзья, я не смогу до конца никогда дойти. К сожалению, здесь нет какого-нибудь ноу-клипа. Консоли. А консоль есть, смотрите. Ноу-клип. О, даже команды какие-то есть. На каком движке игра? Может, кто-нибудь узнает по консоли? Так, что-то я в консоли нажал, и все пошло не так гладко, как я хотел. Я хотел дойти до конца, а не провалиться под землю. Так, блин, что я нажал-то? Change size, размер, чего-то можно менять. Я, по-моему, чит вел какой-то. Чит скрипт. Ничего не поменялось. Да, ну все, короче, друзья. Практически я реализовал то, что хотел. Я провалился все-таки в конце концов в бездну, где обрету уже покой. А на этом, друзья, мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Продолжение следует...